Девушки отдыхают Готовы взять ее на работу Мне нужна твоя помощь в серьезном деле В главных ролях Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Луис Альберто Ла Мата Исполнительный продюсер Малук Русельят Значит, помочь мне не хочешь? Ну, тогда подай мне халат Накинь его на меня Спасибо Теперь мне снова нужна помощь Ты не откажешь? Тебе не кажется, что не стоит продолжать эту игру, Дебора? Я тебе не нравлюсь? Нет, напротив Ты очень красивая женщина Очаровательная Мимо тебя не мог бы пройти ни один мужчина Ну, так что же? Я уже не мальчик, способен контролировать ситуацию Дебора, я не хочу играть твоими чувствами Я влюблен И не могу изменить этой женщине Они в ее номере А почему не в вашем? Пожалуйста, солидат, не рычи Это деловая встреча Почему же ты не пошел? Потому что я выбился из сил Я чуть жив И твой шеф разрешил мне остаться Так что расслабься Я не могу Постарайся войти в мое положение Я сегодня не больше минуты разговаривала с Мигелем Анхелем Я даю тебе слово, что между этой девицей и Мигелем Анхелем ничего нет Ему не терпится вернуться Он целыми днями ноет Как я по ней скучаю Как мне здесь надоело И все такое Он покупает подарки для тебя Для твоей матери Твоего кота У тебя есть кот? Нет Ну тогда заведи Ему уже куплен подарок Успокойся, пожалуйста И жди нашего возвращения Спасибо, Фико Ты даже не представляешь, как мне помог Большое спасибо Не за что, Соли Мигель Анхел Нам нужно поговорить Спасибо За любовь Знаешь Ты мне кажешься странным Ведешь себя не как все Почему? Потому что влюблен? Это с каждым бывает хоть раз в жизни Да, но Ты какой-то другой Я даже не знаю почему Я тебе нравлюсь А ты хранишь верность ей Хотя знаешь, что она никогда нас не узнает Да, ты права И я клянусь, что такого со мной никогда прежде не было Я хочу, чтобы она всегда находилась рядом Она мне постоянно нужна Мне не терпится наконец-то вернуться домой в Лиму Чтобы снова увидеть ее Должно быть приятно, когда тебя любят Этой женщине повезло Нет, нет Это мне повезло Счастье, что я встретил такую женщину, как Солидат И понял, что любовь Это когда ты растворяешься в любимом человеке Когда он заменяет весь мир Я всегда был из тех, кто ищет новые удовольствия Я всегда заводил отношения с женщинами только для того, чтобы провести время А потом новизна исчезала И я опускался на поиски новых ощущений И заводил новый роман Чтобы заполнить возникшую пустоту Такой же легкий, как все предыдущие А теперь все иначе Все по-другому? Да Теперь все иначе Я не чувствую пресыщения В Солидат столько нежности Столько любви Обожания Неподдельной страсти Что мне просто не нужны никакие другие женщины Могу поклясться в том Что готов всю жизнь провести с Солидат Ты за кого себя принимаешь? Ты думаешь, что я буду все это терпеть? Игнатио мне сказал, что ты отказалась увольняться Это верно? Да, это верно Я понятия не имею, что случилось с роликом Когда я его отдавала, он был в отличном состоянии Я не намерена спорить с тобой Немедленно собери свои вещи и убирайся отсюда Ты меня слышишь? Немедленно Я очень завидую этой девушке Надеюсь, меня кто-нибудь так же полюбит Конечно Я от всей души тебе этого желаю Любовь очень меняет нас Порой до неузнаваемости Делает лучше Да Ты прав Знаешь Ты, может быть, не поверишь, но сегодня ты открыл мне нечто важное Ты показал, насколько я все-таки эгоистична Прости меня Нет, 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 нет Не надо просить прощения Ты не сказал ничего обидного Напротив Это я допустила ошибку Это я должна перед тобой извиниться Может быть, мы с тобой еще сможем остаться друзьями Просто добрыми друзьями Конечно Мне бы этого очень хотелось Ты можешь всегда на меня рассчитывать Я не уйду, понятно Я знаю, что Мигель Анхель меня поддержит Ты, я вижу, совсем обнаглела Предупреждаю Тебе лучше убраться сейчас Пока он тебя не вышвырнул Он будет в ярости, когда узнает, что ты наделала Я ничего не наделала Ничего Я сказала сеньору Лафуэнте И повторяю вам Я увольняться не стану Ты же все-таки не глупа И прекрасно понимаешь, чем тебе это грозит Этот ролик нам дорого обошелся И ты за него ответишь Я не стану ни за что отвечать Там нет ни одной моей подписи Да как ты смеешь? У вас нет доказательств Никаких доказательств И вам не удастся ни в чем меня обвинить Это мы еще посмотрим Ты еще увидишь, на что я способна Я заставлю тебя полностью выплатить ущерб Так что готовься Я вас не боюсь Вы не сможете разлучить меня с Мигелем Анхелем Он любит меня, понимаете? Он меня любит, и я его тоже люблю И мы не намерены жертвовать своей любовью ради вашего эгоизма Вашего лицемерия и вашей фальши Замолчи! Я не буду молчать Вам не разлучить меня с Мигелем Анхелем Потому что я нужна ему больше, чем вы И я его не отбивала у вас, сеньора Вовсе нет Вы сами его потеряли И вам не удастся его вернуть Ты не любишь меня, Лео? Да? Лео, ты еще сердишься на меня? Я не сержусь Но ты даже не смотришь на меня Выпей водички Это все, что ты можешь сказать? Да? Я ничего для тебя не значу? Фатима, я работаю Ты не видишь? Да, работаешь И при этом со мной даже не разговариваешь Словно я не существую Ты на меня не обращаешь внимания Я так не могу Тише, тише Что случилось? Что тут происходит? Ничего Как это ничего? Как это ничего? Что он на этот раз натворил? Ничего, мы с ней болтали А она вдруг начала плакать Лео меня не любит Не говори так, дочка Конечно, любит Он просто упрям, как осел Ты же его хорошо знаешь Конечно, он любит тебя Обожает А как же иначе? Ведь ты самая лучшая девушка в мире Правда? Фатима, я еще не забыл, как ты со мной поступила Но я же попросила прощения Я обещаю, что никогда больше не пойду, не спросив разрешения Все, все, все Хватит об этом Не переживай Он простит тебя И забудет все свои глупые подозрения Да, сынок? Ну, конечно Да, я забуду Серьезно? Да? Тогда приходи сегодня Я испеку пирог, который ты любишь Фатима Ну, я не знаю, когда смогу зайти Мне нужно идти на занятия А затем помочь отцу Закрыть магазин Не думай о магазине Казимира мне поможет закрыть Ты постоишь за кассой Пока много покупателей А потом можешь идти И будь, пожалуйста, повежливей со своей невестой Помни Мы все любим Фатиму Влюблялась так, как в тебя? Нет Ни в кого Ты не была влюблена в мужа? Конечно, была Я была молода Мечтала о том, как выйду замуж О своем доме, о детях Но я никогда не любила его так, как тебя, Хуан Ты мне снишься Я каждый день перечитываю те чудные стихи, что ты мне написала Они тебе нравятся? Очень Кстати, последние ты мне еще не прочел? Лаура В чем дело? Ты не хочешь читать? Нет, что ты Я просто подумал о твоем муже, о том, что он может о нас узнать Хуан, мы это уже обсуждали Но сеньор Октавио видел, как мы выходили из квартиры? Да, верно Он друг моего мужа Я часто вижу его в банке Что если он расскажет? Что тогда будет? Не беспокойся Я с ним разберусь Не думай об этом Я не люблю видеть тебя озабоченным Прочти мне стихотворение Ты хочешь? С тобой я перестал быть ребенком Я открыл королевство любви В твоих смеющихся глазах Их блеск ценнее любой награды Да, да Завтра днем, как и договорились Не беспокойтесь Секретарь вам перезвонит Прекрасно Всего доброго Как наши дела? Отлично Я отложил две сегодняшние встречи на завтра Нам надо собраться вместе и урегулировать этот вопрос Так будет лучше Прекрасно, прекрасно, Таво Ты мне здорово помогаешь Твой сын быстро учится Октавио Я всегда говорил, что Таво умный и ответственный парень Да Тебе повезло с сыном Не то, что мне Коки лишь создает проблемы Кстати, я разобрался с проблемой Коки Я говорил с главой службы безопасности И он мне сказал, что все компрометирующие видеозаписи уничтожены Спасибо, Таво Спасибо А чем же все кончилось? Непосредственный начальник Коки решил подписать его заявление об увольнении Со следователем тоже все улажено Ему предложили отличные отступные И он не стал упрямиться Я рад Твой отец заставил меня понять, как я был неправ Теперь все уже позади И вопрос с Коки решен Мне жаль, что сын так меня разочаровал Я отдал бы все на свете Если бы Коки стал таким же, как твой сын Кем ты себя возомнил? Что с тобой? Зачем ты полез к Ане со своими глупыми советами? Ты меня выставил дураком Сказал, что нам с ней надо лечиться Но это же правда Ане нужна помощь, как и тебе Заткнись! И не подумаю Ты же катишься в пропасть А мне наплевать Не смей лезть в мою жизнь Кто дал тебе это право? Какого черта ты отправился к моей женщине? Я этого тебя не прощу Коки, я убью тебя! Я убью тебя! Коки, прекрати! Я тебя уничтожу! Коки! Зачем ты отправился к Ане? Отпусти его! Отпусти! Что ты делаешь, псих? Отцепись! Коки, успокойся! Я не хочу с тобой драться Что это с ним? Коки? Что случилось? Коки! Коки! Коки, ты меня слышишь? Боже мой! Кармен, помоги! Нет, я позову сеньора Хорхи Не надо, не зови никого Мы сами справимся Нет, я его таким прежде не видела Кармен, живо, иди сюда Коки! Помоги положить его на кровать Сеньор, я вас не понимаю Зачем вы с ним нянчитесь? Он хотел вас убить Кармен, он не хотел меня убивать Он не отвечает за свои действия О, боже! Я провалила задание Нет, ничего не вышло Как это, почему, Игнасио? Потому что этот ваш Мигель-Анхель дал мне ясно понять, что любит другую Нет, я очень старалась Но он не поддался Ты должна любым способом задержать его там Здесь ситуация усложнилась Тогда мне остается лишь приковать его к кровати Я не знаю, что еще можно сделать Придумай что-нибудь Я же сказала, ничего не получится Он мне сказал, что ему никто не нужен Поверь мне, дорогой Я бы исполнила твое желание Если бы это было в моих силах Клянусь Пока Ты слышала? Дебора ничего не смогла И вообще, что за мысль отправить его туда Зная, что это женщина Я заключила бы договор с самим дьяволом Если бы он помог избавить мужа от наваждения Кстати, я всегда позволяла Мигелю-Анхелю иметь влечение Ведь он возвращался ко мне Еще более влюбленным и страстным Мне очень жаль Что этой девице Не удалось соблазнить Мигелю-Анхеля Действительно, жаль Дебора утверждает Что Мигель-Анхель очень любит солидар Я не хочу это слышать Меня это не интересует Если его возвращение не отложить Значит, нам придется действовать резче Поскольку я твердо намерена избавиться от этой мерзавки Игнасио Ты должен как можно быстрее выполнить одно дело Я слушаю Я знаю, кто может заставить ее навсегда убраться отсюда Мама, Фатима, привет Хуан, сынок Ты сегодня рано вернулся Меня отпустили с работы Что случилось? У тебя неприятности? Нет, нет, мама, что ты? Ты выглядишь как-то странно Такой серьезный Ты в последнее время частенько хмуришься Не споришь с Фатимой Я начинаю подозревать, что с тобой что-то случилось В чем дело? Ты же всегда мне доверял и все рассказывал Что случилось? Мама, мне нечего рассказывать Все как всегда Только дом и работа Неужели? А как же девочки? Ты, наверное, завел подружку Мама Я угадала, да? Итак, ты завел подружку и даже мне не сказал Нет у меня подружки Я же работаю Да, но не в банке А у этой синьора жены твоего шефа Каждый раз, когда я звоню, мне говорят, что ты уехал к ней Как будто ты ее личный шофер Мне кажется, что эта синьора распоряжается тобой как собственностью Мама, это не так Она очень хорошая женщина И прекрасно ко мне относится Неужели? Она брала тебя на прием И в тот раз ты впервые пришел домой пьяным Не думай, что я забыла Она в этом не виновата, мама Еще как виновата Она приехала за тобой со своей подругой Они вдвоем могли бы проследить, чтобы ты не выпил так много Нет, нет, Хуан, это синьора Жена твоего шефа Не внушает мне доверия Мне она очень не нравится Очень не нравится Нет, вы танцуете несинхронно Следите за ритмом Перерыв Добрый день, синьорита Вы не скажете, где я могу найти синьору Еву Большое спасибо за синьориту Но к чему эти церемонии? Ты здесь у нас задом крутишь А теперь строишь из себя светскую даму Пожалуйста, скажите синьоре Еве, что я хочу ее видеть Хорошо, я скажу синьоре Еве, что ты пришла Не знаю, захочет ли она разговаривать, но я спрошу Вы хотели поговорить со мной? Мне очень нужно с вами поговорить о важном деле О каком? О вас и Октавио Салазари Я хочу знать, в каких вы с ним отношениях Не понимаю, почему вас интересуют мои отношения с Октавио Насколько я поняла, вы с ним друзья И мне бы хотелось знать, что вы ему обо мне рассказали Октавио деловой партнер и друг моего мужа Я знаю Хотите выпить? Мне нужна ваша помощь Я не хочу, чтобы возникло недоразумение Недоразумение? Все предельно ясно Вы были здесь вместе с Хуаном Да, но присутствовала моя сестра Сусанна Пожалуйста, не хитрите со мной Вы танцевали как любовники Это совсем не так Я прошу вас, не трогайте меня и Хуана Вы подруга моей сестры Сделайте это ради нее Ради вашей дружбы Успокойтесь Я никому не хочу навредить Тем более вам Но Октавио знает, что я была здесь Недавно он был у нас И сказал мне об этом Понимаю Я ему рассказала Но вы не бойтесь Подождите Я сейчас вам кое-что покажу Видите? В тот вечер Вы расплачивались по карте Здесь ваша подпись Если бы я захотела Я бы могла позвонить вашему мужу И показала бы ему это Но я не отправила этот счет в банк И о нем никто не знает Если бы я желала вам зла Я бы давно это сделала И как вы намерены поступить? Вот так Спасибо Не за что Я ведь не шантажистка И не бойтесь меня Я ничего плохого не сделаю Ни вам, ни Сусанне, ни Хуану Он очень хороший парень Он мне нравится К тому же Он друг одного юноши Которого я люблю Как сына Черт бы его побрал Попробуй вот этим Привет Сынок, как дела, папа? Хорошо, ты очень устал Я едва ставлю на ногах Жаль, нам нужно починить холодильник Я думал, ты посмотришь Нет-нет, пусть Лео с ним возится Я ничего в этом не понимаю Я рад, что ты снова работаешь Только не утомляйся, потому что ты еще не совсем здоров Учти это Ты должен себя беречь Не забывай об этом Сынок Советы врача нужны твоей матери Она все еще верит в свои выдумки Отец Может быть скажешь, в чем дело? Здесь все свои Что ты сделал такого, что мама места себе не находит? Ничего, сынок, ничего Это женские штучки Они вечно что-нибудь выдумают А потом сами переживают Я рад, что ты помирился с Фатимой Представляешь? Надо же И когда ты снова приведешь докторшу? Что с тобой, папа? Ты говоришь прямо как мама Неудивительно Мы же столько лет вместе Пойду с ней поздороваюсь И выпью кофе А то я засыпаю Постой, постой Тебе что, докторша ночью спать не давала? Вам смешно, да? Да нет, передавай ей привет Ладно Почему ты на меня так смотришь? Я что, не могу пошутить с братом? Что я такого сказал? Если он провел ночь с докторшей Сам знаешь, это их дело Садитесь, Дон Хустина, прошу Спасибо, Альма С детьми, Дон Хустина, сплошные переживания Насчет Антония я могу быть спокойна А вот с остальными Не одно, так другое Сейчас я волнуюсь за солидат Да? А что с ней случилось? Ничего, слава Богу Но мне не нравится ее работа Плохо, когда девушка каждый день возвращается поздно Да еще работает в рекламной компании Люди же могут быть, знаете, возмущены Бог знает, что подумают Да, это точно Я понимаю Я нашла ее работу Может она согласится оттуда уйти Насколько я знаю, ей нравится там работать Эмилио тоже нашел ей другую работу Но она от нее отказалась Мне она отказать не посмеет Хотя солидат упряма И убедить ее будет трудно Она такая же упрямая, как Антония Та захотела работать Хотя Эмилио в состоянии всем ее обеспечить Падре Суавино меня выгнал Сказал, что я спала в церкви Но я не спала, дочка Клянусь тебе Он даже не слушал Как у меня болит голова Боже мой Почему, интересно? Не знаю Может я что-то съела Скорее что-нибудь выпила Вы с Мачита уговорили целую бутылку Шерри Нет, нет Дело не в этом, дочка Раньше со мной такого не было А кстати Он нигде не спрятал еще бутылочку Нет, мама И хватит спаивать моего Мачиту Одного раза достаточно Да ладно Просто мне захотелось выпить с ним за компанию Тебе пары рюмок хватило, чтобы выложить ему все О нашей родне Ты никого не забыла? Он не жаловался Чего бы он жаловался? Он же заснул Серьезно? Я не заметила А куда он делся? Вчера он обещал приготовить обед Да Он пошел на рынок и пропал Я уже послала за ним Лусию Я не знаю Что его там задержало Надеюсь он приготовит бульон Он вам обоим не помешает Мне он не нужен Конечно Тебе лучше сись Да, да, ты права Посиди со мной Представляешь, я вырубился А бабки хоть быхны Вот уж не думал, что теща меня перепьет Ты правильно взвесил? Хочу приготовить рыбный бульончик А саму рыбу потом смешают с луком и томатом У тебя, кстати, нет пивка? А то нет, лучше не надо, а то совсем разведет Кого это разведет? Кисуля Привет, любимая, как поживаешь? Как я могу поживать, козел? Тише, тише, не надо кричать, мне и так плохо Еще бы Ты, наверное, пил всю ночь О чем ты, кисонька? Я работал Мне надо много работать, чтобы всех содержать Как наш сынок? Отлично Я вижу, ты тут всего накупил, вот и порадуй ребенка Пошли домой Нет, нет, постой Что ты хочешь сказать? Это не для меня Конечно, не для тебя, а для нашего парня И хватит стоять, пошли Не кричи на меня на людях, киса Скажи спасибо, что я тебе пинка не дала Успокойся Все Вот негодяй Ты не могла бы послать это по факсу? Сейчас, сеньор У тебя есть номера Что-то случилось, сеньор? Со мной? Да Мне показалось, что вы чем-то очень обеспокоены Нет, нет С чего ты взяла? Обычно мы разговариваем, смеемся А теперь все время молчим И вы даже не смотрите на меня Если я допустила ошибку Скажите Скажите, сеньор Не бойтесь Ошибку? Нет Нет, я Ничего не заметил Иди Сделай то, о чем я просил Да, конечно Что происходит? Проходи Заходи смелее Я хотела тебя повидать Узнать, как у тебя дела Садись Мы можем спокойно поговорить Но я не понимаю, почему мы не можем пойти к тебе в офис Потому что там много народа Все время кто-то заходит Там не уединишься А здесь можно спокойно поговорить А чей это кабинет? Фико Фико заведует производственным отделом Он уехал в Мадрид вместе с Мигель Манхелем Знаешь, Антония Мигель Манхель мне позвонил Сказал, что любит меня и очень по мне скучает Что он купил мне подарки Я его только несколько дней не видела А кажется, будто целая вечность Может, тебе лучше привыкнуть без него ходиться? Нет Нет, Антония Постарайся понять Этого никогда не будет Более того, мне не стоило оставаться Не стоило Я должна была поехать с ним Ты правильно поступила с Олей Подумай о маме О том, что было бы с ней Если бы ты поехала без ее согласия Она умерла бы от горя Ты нашел телефон? Конечно Вот он Прекрасно Надо было раньше об этом подумать Виктория Ты считаешь, что это... Алло? Это сеньора Альма? Альма Диас? Это вы? Как поживаете? Это сеньора Альварес Отлично Отлично, отлично Спасибо Я хочу обсудить с вами одно очень важное дело Честно говоря, оно весьма деликатное И мне бы хотелось поговорить с вами лично Вы могли бы заехать? Да, да Это касается вашей дочери, Солидат У нее возникли серьезные проблемы И нам надо поговорить Успокойтесь, Донья Альма Не стоит заранее расстраиваться Как же мне не расстраиваться Сеньора Альварес Сказала мне, что Солидат Случилось что-то серьезное Но вы не знаете, в чем дело Прошу вас Не надо расстраиваться заранее Мне кажется, вы сначала должны поговорить с этой сеньорой Выяснить, о чем шла речь Вы согласны? Если хотите Я с вами поеду Ну, я так не могу Я дождусь Фатиму И поеду с ней А если Фатима не скоро вернется? Я уверяю Фатима, дорогая Как хорошо, что ты пришла Что случилось, мама? У Солидат неприятности Мы должны ехать к ней на работу Зачем? Мы не знаем Позвонила сеньора Альварес И что-то сказала твоей маме Насчет Солидат Собирайся, Фатима Ты поедешь со мной Нет, мама Я не поеду к Солидат на работу Лео ужасно на меня злится За то, что я туда ездила Я не хочу снова с ним поссориться Фатима Мы же едем по делу Мама, пожалуйста Не заставляй меня Лео меня не простит Поезжай сама Вы можете с ней поехать? Конечно Я уже предложил Но я не могу Оставить тебя одну Мама, со мной Ничего не случится Можешь не беспокоиться Хорошо Но только учти Никому дверь не открывай Я не хочу, чтобы соседи О тебе сплетничали Не буду, я обещаю Не беспокойся Я возьму сумку Зачем? Ты пошла к Еве в бар? Хуже не придумаешь Ты с ума сошла? Но я не хочу, чтобы Хорхе Узнал обо всем Ты беспокоишься о Хорхе Пару дней назад Ты собиралась с ним разводиться Это верно Но одно дело Нормальный развод И совсем другое Развод со скандалом Я этого совсем не хочу И поэтому Пошла к Еве Пусть это будет уроком, Лаура Все надо делать с умом Если хочешь встречаться с этим парнем Найди какое-нибудь укромное место Вот и все Да Я должна срочно его найти Я сегодня видела Хуана Мы с ним только разговаривали Как бы мне хотелось Но ты понимаешь Побыть с ним наедине Суси Ты не знаешь, какой это мальчик Ничто так не понимает Томас Как молодой любовник Конечно, в твоем случае Он слишком молод Хуан гораздо взрослее, чем ты думаешь Суси, это было так чудесно Мы пришли в твою квартиру И я думала, что преподам ему урок Что я его медленно ко всему подготовлю Научу его, как нужно обращаться с женщиной Но он потряс меня своей страстью И в то же время он был так внимателен Так нежен со мной Это было так прекрасно Значит, он уже имел опыт Да, да, конечно Все произошло так естественно Нам было так хорошо вместе Как будто мы знали друг друга всю жизнь Любовь, любовь Нет ничего лучше, чем любить и быть любимой Но не терять голову Нет, нет, к нам нельзя Да, мамы нет дома, ты же знаешь Но я ненадолго К тому же ты сама просила меня прийти Но я не знала, что она уйдет Тогда больше не жалуйся Фатиму, что я не прихожу Что я безразличен Ты просишь меня зайти, а потом прогоняешь Ну хорошо, хорошо, заходи Ну ненадолго Что? Что такое? Почему ты на меня смотришь? Мне нельзя смотреть на невесту Ты становишься все красивее Лео, мы одни Конечно, любимая И надо этим воспользоваться Поцелуй меня Если ты будешь плохо себя вести, я тебя прогоню Ладно, буду держать себя в руках Обещаю Хочешь кусочек пудинга? Я лучше выпью пиво В холодильнике есть бутылочка А куда пошла твоя мать? Поехала на работу к Солидат Она хотела взять меня с собой Но я сказала, что не поеду без твоего разрешения Правильно сделала Ну давай, садись рядом Ты обещал себя примерно вести Я даю слово Но ты меня поцелуешь Ты обещал себя сдерживать Я знаю Мне с тобой вечно приходится себя сдерживать Мама может вернуться в любую минуту Лео Сеньора, я не могу поверить Что Солидат так поступила Она серьезная девушка, очень ответственная Я знаю И мне тоже не верится, что Солидат испортила этот ролик намеренно Разумеется, нет Вот видите Это произошло случайно Наверное, так и было Это произошло в силу неопытности Она взялась за работу, которой не занималась Это было вне ее компетенции Но, пожалуйста, постарайтесь понять, что из-за нее компания потеряла огромные деньги Тысячи долларов Нет Как теперь я объясню это акционерам? Моему мужу Мигель Анхель будет в ярости Он способен привлечь вашу дочь к суду? Нет, нет Только не это Боже мой Нет, сеньора Вы этого не допустите Вы подумайте Где же нам взять такие деньги? Я все понимаю Но вы же знаете наши законы, сеньора Если она не возместит нам ущерб Ее посадят в тюрьму Нет, нет Только не это, сеньора Я умоляю вас Не делайте этого Моя дочь хорошая девочка Достойная Не надо портить ей жизнь Помогите ей Ради Бога Сеньора Я вас умоляю Я умоляю вас Помогите моей дочери Я вас заклинаю Да, да, конечно Вот поэтому я вас и вызвала Мне очень нравится солидат И я не хочу, чтобы ее судьба была исковеркана Вы успокойтесь Садитесь Давайте поищем выход Возьмите Не нужно так сильно переживать Я думаю Единственный выход для солидат Это уволиться Причем сделать это сегодня же Поэтому, когда акционеры узнают О причиненном ущербе Ее здесь не будет И никто ее не обвинит А расследование не будет? Будет Но я постараюсь его прекратить Я скажу, что не знаю, кто уничтожил ролик В общем Я со своей стороны Попытаюсь Помочь вашей дочери Вы в самом деле готовы сделать это для нас? Конечно Солидат Никто не желает зла Спасибо, синьора Вы такая добрая Такая милая Вы должны убедить Уболиться сегодня Прежде чем мой муж Вернется из Мадрида Поскольку я могу Вас заверить Что Мигель Ангель Не будет столь же добр, как я Когда я увидела, как он на вас бросился Я вспомнила, как он пытался меня прикончить Это наркотики, Кармен Они делают его жестоким Нет Я думаю, что им овладел дьявол Да, можно назвать и так Марихуана, кокаин, экстази Они сводят с ума Убивают Постой, не уходи Успокойся, ладно? Сейчас мы с тобой должны помочь ему Но как? Он же не хочет Посмотрите на него Он специально жрет эту дрянь, чтобы убить себя Он не только наркоман Но и вор Смотрите, какие оливочки Я выбрал самые крупные Я не хочу ни оливок, ни хлеба с сыром Я хочу рыбу Рыбой торгуют на площади Хавьера А туда добраться проблема Мачито, ты был на рынке? Да, но рыбу я там не нашел Если нет, где я ее возьму? Мог бы съездить на другой рынок Слышишь, дочка? Если бы не он, мы бы ели не только хлеб с сыром И оливками И мы бы не ждали так долго Когда ты принесешь рыбу Я же сказал, ее не было Не ври Я своими глазами видела, как ты отдал все купленные продукты другой женщине Лусия А что? Ты разве не встретил на рынке другую подружку? Вы не даете мне глаз сомкнуть? Дебора, может не стоило тревожить сеньора Серрано? Вас не понять Вы же хотели как можно быстрее подписать контракт Конечно, мне уже не терпится вернуться в Лиму Что за навязчивая идея, Мигель Ангель? Мы здесь так хорошо проводили время? Может быть, завтра подпишем? Нет, Фико, ты же знаешь, что я не могу надолго покидать компанию Компанию или ее сотрудницу? Везет же некоторым Мы подпишем контракт сегодня? Да, да, не волнуйся Мы подпишем его сегодня Завтра ты будешь уже лететь в объятия своей любимой Лео, не надо Пожалуйста, Лео Мы давно не виделись, дорогая Я соскучился Лео, перестань Нет, ты же знаешь, я люблю тебя Лео, нет Я тебя очень люблю Лео, нет А ты меня любишь? Нет Нет, пожалуйста, Лео И я тебя люблю Ты что? Докажи мне Докажи, что любишь меня Нет, нет, Лео, пожалуйста Не проси об этом Если мама придет Забудь про нее, забудь обо всем И стань, наконец, моей Не надо, Лео Лео Вы не представляете, как я благодарна за все, что вы сделали для моей дочери Я навсегда останусь в долгу перед вами Вы мне ничего не должны, сеньора Я рада, что могу помочь таким людям, как вы и ваша дочь Но запомните Вы должны убедить ее уволиться Я это сделаю В таком случае Я обещаю вам, что помогу ей найти другую работу Поспокойнее Я дам ей рекомендацию, если она решит устроиться в другую компанию Это нам ни к чему Я уже нашла работу для дочери Я рада, что вы оказались предусмотрительны Похоже, мы думали об одном и том же Что эта работа слишком сложна для солидат Ты согласен, Агнасио? Целиком и полностью Вот то, что вы просили Мама Что ты здесь делаешь? Я попросила ее приехать, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию И мы отлично поняли друг друга Тебе остается сделать только одно Подписать заявление об уходе Что за игру вы затеяли? Нет, нет, это не игра, дочка Сеньор Оливарес и этот сеньор Прекрасно к тебе относятся Они все понимают и не будут подавать на тебя в суд Они хотят, чтобы ты уволилась и только Я не уволюсь И вы это знаете Вот как? Значит, ты хочешь, чтобы мы продолжили разговор с твоей матерью? Ты хочешь, чтобы я рассказала ей правду? Ты этого добиваешься? Какую правду? Мне еще не все рассказали Фильм озвучен компанией Intercommunications 2002 год Фильм озвучен компанией интерけи Субтитры создавал DimaTorzok